Всем привет! Я Евгений Замятин. Это видео о ловле рипуса, об аксессуарах для ловли рипуса. И сегодня мы поговорим о подсветке в палатке, когда мы ловим рипуса. Не секрет, дорогой друг и ты, уважаемый новый зритель канала, который первый раз смотрит видео про ловлю рипуса. Так вот, не секрет, что мы на Урале, и не только на Урале, в Северном Казахстане, и во многих других регионах, ловим рипуса ночью. Конечно, рипуса можно эффективно ловить и днем, но у нас традиция такая уже сложилась, можно сказать, за более чем за 100 лет. Мы заметили, что ночью мы ловим рипуса более эффективно, чем днем. И если ты до этого видео ловил рипуса сига, корюшку и омуля днем, то сейчас обратишь внимание волей или неволей на то, что оказывается рипуса ловят ночью. Когда мы ловим рипуса ночью, у нас свет играет очень важное значение. Понятно, это и понятно. Ты слышишь меня? Свет, ну как ты будешь ловить рыбу или там рипуса в частности, если ты в темноте? Никак. Поэтому, когда мы ловим рипуса, у нас свет в палатке также приобретает особое значение. Ночью темно, как правило темно, и когда мы нашли уже точку ловли, то есть используя холод, мы попали на водоем. Мы знаем, что в водоеме ловится рипус. Сейчас появилось много дополнительных водоемов даже у нас на Южном Урале. В частности, вот озеро первое также притягивает множество рыболовов издалека. За несколько сотен километров люди едут для того, чтобы половить рипусы. Традиционно уже, конечно, на озере Увельды мы тогда уже многие-многие десятилетия, столетия ловим рипусы из этого водоема. Отсюда вывод, то есть некоторые водоемы у нас появляются, так скажем, на несколько сезонов, и там раз появился рипус, и через пару сезонов его уже там нет. Потому что, понятное дело, заселил туда рипуса человек. Скорее всего, это рыболовные хозяйства, пользователи водоемов это делают. И мы волей-неволей должны просто быть благодарным тем людям, если мы приезжаем на водоем, а нас им никто не гоняет. То есть, не говорят, что как это, все-таки вы не эндемика ловите, там, ни окуня, ни чебака, а мы запустили рыбу. Поэтому, конечно, со словами благодарностей, и если у вас есть такая возможность, я тебе советую, друг мой, ты окажи уважение этому хозяйству рыболовному, как-то свежись с ним и спроси разрешения. Скажи, я вот собрался отдохнуть, половить рыбу на удочку, на крючочке, вот у меня удочка, вот можно ли мне приехать? И тебе, скорее всего, скажут, ну, спросят фамилию, там, имя, скажут, ну, приезжайте, скорее всего, так. Но тогда ты уже приедешь и будешь... В этом смысле у тебя уже никаких конфликтов не будет, вообще никаких. Ты спросил разрешение, тебе разрешили, ты приехал и ловишь рыбу. А по-другому, может быть, по-другому. Итак, ночью мы ловим рипуса более эффективно, чем днем. Вот такая у нас, такой опыт нас, южноуральских рыболовов. А для того, чтобы ловить ночью рипуса эффективно, мы находимся в палатке. И от того, какой свет у нас в палатке, зависит еще, насколько четко мы увидим эти поклевки нашего рипуса. Потому что, когда у нас настроена наша удочка, вот примерно, видите, вот, ну, где-то сантиметр. Вот так где-то надо настраивать нашу удочку. Ну, грузиком, понятно, что грузик нашей гирлянды, у всех разного веса грузики, поэтому надо подстраивать. Вот здесь вот карбоновая хлопушка, она на металлической пластинке. Металлическую пластинку можно пальчиками подгибать для того, чтобы в итоге добиться вот такого вот правильного расположения кивка над шестиком удилища. Вот, и когда вот такая вот, вам даже кажется что-то, порой кажется, особенно тем, кто любит рыбачить и летом, вот, просто рыба проплывала и задела за леску. Да, вот такая вот, еле заметное такое движение кивка, но это настоящая, оказывается, настоящая поклевка рипуса. Это одно, то есть она деликатная поклевка рипуса. И для того, чтобы просто чувствовать себя комфортно в палатке, необходимо иметь хороший свет. Как правило, свет этот можно сделать самим. Взять для этого 5-ваттные лампочки, которые не являются подсветкой для ловли рипуса, потому что, если измерять свет, а свет измеряется в единицах измерения света и в люминах, если в люминах измерять свет, то вот эта 5-ваттная лампочка хорошо, качественно сделана, надежно и основательно. Она даст, ну, 250 максимум люминов, потому что часть сожрет, часть света, ну, силы света съест герметизация, чем вы будете, греметик, которым герметизируете и так далее. Поэтому подсветки для ловли рипуса, особое внимание, есть у меня на канале. Уж извини, я тебя, друг мой, как бы рекомендую, если заинтересовался подсветкой, найди и посмотри специальное видео. Подводная подсветка для ловли рипуса. У меня несколько видео есть. И, кстати говоря, есть комментарии под каждым видео, поэтому любой твой совет, замечание, наблюдение, пожалуйста, в комментариях пиши, спрашивай. Или делись своими наблюдениями и знаниями. Почему? Да потому что мы все делимся, когда мы все вместе объединяем свой опыт, в итоге получается одно добро. То есть мы экономим друг другу время, а время на рыбалке это самое важное. Рыба, понятно, но время самый важный ресурс, да и не только на рыбалке, да? Мы с тобой в палатке и ночью. И от того, какой свет в палатке, зависит и качество, и комфорт этой рыбалки твоей. Сейчас я, конечно, друг, покажу тебе самую крутую. Я не знаю, просто я не знаю, есть ли где еще круче такой подсветки. Но это понятно и объяснимо. Потому что я снимаю видео, и для тебя, ну конечно для тебя, снимаю видео, а у нас картинка очень зависит от света. Ну фотографируешь ли ты или снимаешь видео, это понятно, да? Поэтому мне свет нужен качественный, и поэтому у меня вот такая подсветка. Но я еще не случайно взял 5-ваттную лампочку, потому что вполне справиться со светом в палатке и 5-ваттной лампочке. Можно сделать ведь не только одну лампочку, а две. И тогда тебе будет и посветлее, и покомфортнее. Сейчас я подвожу тебя плавненько к кульминации видео. Давай вместе с тобой зажжем эти лампочки и посмотрим, во-первых, как они отличаются. Всегда же сравнивать очень интересно, да? И посмотрим, в чем же разница крутой подсветки от стандартной. Гениально! Полярность соблюдаем. Поехали! Сразу же ты можешь заметить, что здесь сила тока 0,2-0,3 ампера. Сейчас я прибавлю этот свет, и ты поймешь. Прямо вот на мое лицо прибавлю. На самом деле я подключу. Допустим, прибавляем. Да немного, давай. Вот так прибавляем. Ну мне глаза светят, ну и ты видишь, да? Какой свет? Понятное дело, что с таким светом, когда эта лампочка светит, ты увидишь любую, даже самую деликатную плёдку рейду. Удобнее будешь насаживать насадку, если вдруг ты будешь ловить не на искусственные насадки, а на насадки натуральные. Ладно, неплохо. В частности, раз мы уж про насадки заговорили, в качестве насадок рекомендую тебе иметь варёного мормыша, опарыша ошпаренного и разрезанного на три части, личин крепейника, потом мотыль и всякие искусственные силиконы съедобные и искусственные насадки. Это бисер, бусинки, цветной бисер. Всё это является насадками. Но если про бисеры, про искусственные насадки мы не будем их менять, это у нас на гирляндах стоит стационарно, то когда мы рыбачим на животные насадки, конечно, свет очень важен. Мы должны видеть комфортно, тем более не у каждого из нас зрение, как у орла. И сейчас мы подключим 5-ваттную лампочку. Даже я сейчас попробую сделать такую лабораторную работу на твоих глазах, друг мой. То есть я постараюсь вместе их зажечь. То есть сейчас мы зажжём 5-ваттную лампочку. Вот она загорелась. Где-то, да, свет? И тут же мы сейчас зажжём подсветку дни 5-ваттную. Вот, скажем, крутую. Раз. Ну. Как же? Лучше всяких слов порою взгляды говорят. Видим, да? У нас светит, вот старая. Здесь море светит. У нас есть. Давайте мы заберём сейчас. Убраем. Сейчас. Вот эти вот, подожди. Разница, друг мой, перед твоими глазами. Ты сам сейчас увидел разницу. И разница эта существенная. Это только кажется невероятно. Поэтому я тебе, конечно, рекомендую с собой обязательно, кроме налобного фонарика, который тоже светит направленно, и он тоже помогает нам при рыбалке, иметь ещё и свет в палатке. Да, сразу оговорюсь. Я рекомендую тебе самому постараться смастерить себе вот этот свет в палатке. Потому что, если тебе захочется иметь крутую подсветку в палатке, то, конечно, можешь со мной связаться, мы с тобой как-то договоримся. Но это не реклама вот этих вот подсветок. Это, по существу я тебе говорю, свет в палатке, вот какой он бывает. И рекомендую тебе самому заморочиться и как-то добыть, раздобыть себе свою подсветку в палатке. Ну и, конечно, чтобы ты знал, какие эти подсветки вообще бывают, сегодня уникальный случай. Ты увидел сам, увидел разницу в свете, понял, я надеюсь, что ты понял, что когда у тебя свет хороший, приятный, то и рыбалка у нас также становится комфортной. И еще в качестве бонуса, друг мой, я обращаю твое внимание, особенно тот рыболов, который ловит омуля на Байкале. Дело в том, что рипус, ряпушка, европейский сиг, он же, он же, это все название одной рыбы, сиг, собственно говоря, корюшка, все это рыбы родственники, это все семейство сиговых. Поэтому, если ты ловишь омуля на Байкале и увидел это видео, обращай внимание, пожалуйста, друг мой, на наш опыт, опыт ловли южноуральских рыболовов, как мы ловим рипусы на своих водоемах, потому что наши водоемы немножко уступают Байкалу. У нас также глубины до 44 метров, а ты на Байкале ловишь омуля с 70 метров. Поэтому, также пробуй ловить омуля и ночью, используй свет в палатке, а также снасти, которыми мы ловим, и подводную подсветку. И здесь очень уместно, друг мой, я рекомендую тебе подписаться на канал, для того, чтобы ты был в курсе всего самого интересного, и для того, чтобы дать тебе побольше радости в нашей единственной и неповторимой жизни. Мы с тобой разговариваем, когда ты смотришь это видео, о нашем интереснейшем и любимом увлечении рыбалка. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин